В эфире передача «Старты и финиш». В ближайшие несколько десятков минут будем говорить только о спорте. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе вы увидите. Сегодня стартует плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею в экстралигии. Гомельчане в числе лучших на домашнем юношеском первенстве страны по легкой атлетике. Турнир на призы Алексей Юкова собрал в Гомеле боксеров из семи стран. И начнем с футбола. На стадионе с Дюшор-8 состоялся товарищеский поединок между двумя командами из областного центра – Гомелем и Локомотивом. Железнодорожники ранее выступали в чемпионате страны, как Гомель жил Дортранс. Для дружин это второй очный поединок в рамках нынешнего межсезонья. Первый состоялся на Бобруйском стадионе и завершился минимальной победой Гомеля со счетом 1-0. Несмотря на не самую теплую погоду, на трибунах стадиона с Дюшор-8 было немало болельщиков. Надо отметить, что команды порадовали соскучившихся по футболу гомельчан. Уже на 13-й минуте полузащитник Гомеля Евгений Милевский, прорвав оборону Локомотива, открывает счет в матче. Забитый гол подстегнул команды к более решительным атакам. И на 26-й минуте бразильский нападающий Невалда увеличил преимущество зелено-белых. Приятно удивив болельщиков своими скоростными способностями, бразилец сумел записать авторство гола на защитника железнодорожников Павла Маркова, от которого мяч и влетел в ворота Андрея Селивончика. Во втором тайме Локомотив, освежив состав, сумел отквитать один мяч усилиями новичка команды Александра Клещенко. В итоге гомельское дерби завершилось победой Гомеля со счетом 2-1. «Поставленные цели и задачи на сегодняшнюю игру ребята выполнили. В общем-то, смотрели на каком уровне готовности находимся. Ну, состав у нас формируется, наигрываем связи. В общем-то, оцениваем ребят. Все в рабочем режиме. На родной поляне приятно всегда сыграть. Ну, качество ее, конечно, оставляют желать лучше. По отношению ребят, наших ребят к делу в сегодняшней игре, особых претензий нет. Да, есть недочеты, есть по марке, но мы работаем над этим и надеемся в следующих матчах исправить». Главный тренер Гомеля Вячеслав Геращенко также оценил игру своих подопечных. «На данной стадии это хороший соперник для нас. Причем, учитывая, что это областное, вернее, не областное, а городское дерби, рад, что удалось победить. Но в то же время, конечно же, еще очень много шероховатостей в нашей игре, что в дальнейшем мы постараемся, конечно же, исправлять». Помимо впечатлений о гомельском дерби, главком «Зелено-белых» поделился и впечатлениями об игре «Новичков» командой и о работе по укреплению состава. «То, что и касается всей команды. Где-то что-то у них получалось, где-то что-то не получалось. Учитывая, что тот же Елизаренко только вчера к нам приехал, он, в принципе, еще не знает никаких наших каких-то там нюансов, тех же каких-то тактических деталей. Но это все в процессе работы. Поэтому что-то оценивать пока тяжело. Еще раз повторюсь, что-то получилось, что-то не получилось. Обычный рабочий процесс. Продолжаем искать центрального защитника и надеемся найти еще также человека в группу атаки. Но в большей степени хотелось бы, чтобы это был такой центрофорвард». Главком отметила игру бразильского форварда Невалда и рассказала о возможном усилении Гомеля экспоузащитником БАТЭ Александром Корницким. «Очень квалифицированный игрок, учитывая нынешнюю ситуацию. И то, что удалось его, скажем, ну, пускай это будет заманить сюда, это, ну, большая удача. Я думаю, что он нам очень поможет и очень на него рассчитываю. А то, что он понравился болельщикам, это, наверное, только подтверждает то, что мы не ошиблись в игроке». «Саша Корницкий пока просто поддерживает форму. Ему ищут варианты трудоустройства за границей. Но, как, по крайней мере, нас он уверял, его агент, что приоритет, если не будет найдено вариантов за границу, приоритет будет отдан Гомелю. То есть он продолжит у нас, скажем, карьеру свою, ну, как минимум до лета». Сейчас Гомелю предстоит выездной сбор в Пинске, где команда проведет шесть матчей за три дня. «Мы отправляемся сыграть игры, чтобы не ездить туда-сюда. Мы сыграем три игры за шесть дней, по сути». «Такой марафон серьезный». «Ну, это как вместо, скажем, тренировочного процесса, что в двухразовом режиме тренироваться все-таки игра. Это и есть игра. И она, опять еще раз повторюсь, я уже не раз говорил, она ставит какие-то вопросы и в то же время дает очень много ответов на эти же вопросы». Первый официальный поединок в будущем сезоне «Локомотив» проведет 12 марта в рамках четвертьфинала Кубка Белоруссии, где сыграет с Солигорским шахтером. «Гомель» начнет официальный сезон 1 апреля. Соперник в первом туре чемпионата страны «Борисовский Батэ». Сегодня в чемпионате Белоруссии по хоккею стартует плей-офф. В эти минуты в ледом дворце областного центра идет противостояние «Гомеля» и «Жлобинского металлурга». Команды второй год подряд встречаются между собой на этой стадии. Перед стартом нокаут-раунда настроение у обеих наших дружин должно быть боевое. В заключительном туре регулярки «Рыси» и «Столивары» одержали победы над лидерами. Хоккеисты из областного центра обыграли юность ажлобинчане «Неман». О том, что «Гомель» и «Металлург» вновь встретятся в первом раунде плей-офф стало понятно 16 февраля. К тому моменту «Столивары» потеряли шансы подняться выше шестой позиции. А вот «Рысям» нужно было удержать свое третье место, претендентом на которое был еще и «Солигорский шахтер». Все решилось в очном поединке этих команд, который состоялся в «Гомеле». Сильнее были «Рыси» — 3-0. Все шайбы были заброшены в первом периоде. Хозяева эффективно использовали удаление игроков команды соперника. Отличились Иван Мядель, Павел Волчек и Евгений Соломонов. После этого поражения у «Горняков» шансов на третью строку не осталось. Фаворит в паре «Гомель» — «Металлург» — «Рыси». В текущей регулярке гемельчане неизменно выходили победителями в поединках с «Металлургом». Последний раз команды встречались в начале февраля. «Гомель» праздновал уверенные победы со счетом 5-0 и 4-1. Прогнозы прогнозами, а в плей-офф может случиться все, что угодно. Другие четвертьфинальные пары выглядят следующим образом. Второй матч противостояния «Гомель» — «Металлург» состоится завтра. Затем 1-2 марта серия продолжится в Жлобине. Сегодня в Минске очным поединком «Скай» и «Гомель» подведут черту под первым этапом мужского гонбольного чемпионата страны. По итогам четырехкругового турнира гомельчане обеспечили себе второе место. Менчане на первой строке турнирной таблицы. В 15 матчах наши гонболисты одержали 10 побед. Ни одного очка не удалось добыть пока в противостояниях с армейцами. Три поражения в трех матчах. Причем в двух последних встречах подопечные Сергея Цыганкова были в шаге от положительного результата. «Скай» побеждал с преимуществом в один мяч. А вот два поражения от Гродненского «Кронона» настораживают. В Гродно в ноябре со счетом 35-32 и в «Гомеле» неделю назад. Первая половина этой встречи осталась за гостями. Сумев создать к экватору тайм отрыв, они сохранили его до сирены на перерыв в 12-13. Во втором тайме подопечные Сергея Цыганкова выступили в роли догоняющих. Переломить ход матча не позволяла неважная игра в атаке. А ближе к концовке, казалось, игра хозяев совсем развалилась. За пять минут до конца гродненские гонболисты выигрывали уже шесть мячей. В финальной сирене гомельчанам удалось немного сократить отрыв. Итог поражения со счетом 22-26. Второй этап чемпионата – это плей-офф. Команды, занявшие места со второго по пятый, будут оспаривать право продолжить борьбу за медали чемпионата. Победители пар Гомель-Машека и Кронон БГК-2 на третьем этапе попадут в группу А, где вместе с БГК и СК примут участие в двухкруговом турнире. По его итогам будут сформированы полуфинальные пары. Неудачники второго этапа будут бороться за места с пятая по восьмое. На втором этапе серия продолжится до двух побед одной из команд. Противостояние Гомеля и Машеки начнется уже 4 марта в Могилеве. Продолжится 11 марта в Гомеле. Третий матч при необходимости состоится в нашем областном центре на следующий день. Травма главного Галеодора и смена лидера. Чем еще жили представители нашего региона в мини-футбольном чемпионате страны в феврале в следующем сюжете. Межкруговую паузу на тот момент лидер чемпионата гомельская команда ВРЗ укрепилась, арендовав у столицы Евгения Чернейко. Как потом оказалось, это приобретение было как нельзя кстати. Второй круг вагоностроители начали домашним поединком с УВД «Динамо». Победа была одержана, однако, дорогой ценой. Повреждения в этой игре получил главный бомбардир команды и чемпионата в целом Евгений Клочко. Причем травма оказалась настолько серьезной, что в этом сезоне на площадку он больше не выйдет. БЧ в 16-м туре взял три очка в поединке с многострадальным Светлогорским ЦКК. Агрокомбинат «Южный» из Гомельского района уступил Борисову 900. 17-й тур ознаменовался Гомельским дерби. На паркете спорткомплекса «Локомотив» сошлись БЧ и ВРЗ. Как и в первом круге, сильнее были вагоностроители. 3-0. Агрокативными ударами отметились Евгений Чернейко и дважды Дмитрий Шамли. Решил исход. Две наши грубые ошибки в передачах и наш стандарт. Неплохо играли пятером, чтобы вернуть матч в интригу, но не получилось забить. Здесь многое зависело от того, кто первый забьет. Мы забили, играли по счету. Считаю, хорошо сыграли, за исключением в нескольких моментах. Немногочисленные хорошо отыграли в защите. Южане в 17-м туре разжились тремя очками. На домашней площадке они переиграли столичное «Динамо» БНТУ. А вот ЦКК вновь уступил. На этот раз «Мопиду». Первые очки во второй половине чемпионата вагоностроители потеряли в 18-м туре. Триллер с афишей ВРЗ «Мопид» в Гомельском спорткомплексе «Локомотив» завершился в ничью 4-4. Счет уже на третьей минуте открыли «Менчане». После пропущенного гола вагоностроители сумели взять игру под свой контроль и на перерыв уйти, ведя в счете. Дважды отличился Вячеслав Григорьев. Один гол на свой счет записал Антон Матвиенко. Старт второй половины игры остался за гостями. Усилиями Вадима Лужковского и Дмитрия Лося они сравняли счет. Правда, ненадолго. На экваторе тайма Дмитрий Гончаров вывел ВРЗ вперед 4-3. «Менчане» перешли на игру в пять полевых игроков и за 44 секунды до финальной сирены сумели результативно использовать лишнего и сравнять счет. Если по ходу всего матча побеждать, выигрывать, опускать за 40 секунд до конца, мне кажется, это обидно. Больше поражения, чем нежели ничья. Была хорошая игра с двух сторон. С обилием голевых моментов, как у одних, так и у других ворот. Думаю, зрителям понравилась эта игра. Конечно, обидно было пропускать концовки игры, упуская победу. Тем более, даже при счете 4-4 у нас был хороший момент. Но это футбол, нужно играть до конца. Осечка ВРЗ позволила столице подобраться к лидеру на расстоянии трех баллов. В 18-м туре БЧ в гостях отдалела столичную охрану «Динамо». Агрокомбинат «Южный» уступил «Лидсельмашу». Светлогорский ЦКК вновь проиграл. На этот раз дорожнику 0-9. Рокировка на верхних строчках турнирной таблицы чемпионата произошла после 19-го тура. Гомельский ВРЗ на выезде уступил «Минскому дорожнику» 1-3. Столица взяла три очка в матче против «Брестского аматора». Сейчас у команд равное количество баллов. По дополнительным показателям выше находятся «Минчане». ВРЗ на второй строке. БЧ уверенно располагается на седьмом месте. Железнодорожники в 19-м туре обыграли «Могилевские форты». Агрокомбинат «Южный» уступил на своем поле «Микошевическому граниту». Располагается на 13-й позиции. ЦКК потерпел очередное поражение. На этот раз от «Борисовой» 900. ЦКК идет на последнем месте. Ситуация в таблице может поменяться уже сегодня. Матчи 20-го тура проходят в эти минуты. 18 и 19 февраля в «Могилеве» проходил чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди взрослых. Команда Гомельской области выступала без лидеров, а потому заняла в общем зачете только пятое место. На первенстве страны среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения, которое буквально несколько дней спустя состоялось в Гомеле, наши спортсмены выступили намного удачнее. За награды боролись представители всех областей страны и города Минска. Для ребят это был первый республиканский старт такого уровня. Тут уже все по-взрослому. Это касается самой программы соревнований и организаций. Беларусская федерация легкой атлетики постаралась. За ходом баталии в Гомельском легкоатлетическом манеже можно было следить в режиме онлайн. Результаты, комментарии победителей, вся информация в режиме реального времени появлялась на сайте организации. За соревнованиями лично следил и глава федерации Вадим Девятовский. Когда в одном месте собраны все лучшие, можно оценить не только уровень подготовки спортсменов, но и то, куда вообще движется легкая атлетика в Беларуси. А личное общение со спортсменами и тренерами может дать много пищи для размышлений. Эти первые соревнования, это, скажем так, такой мониторинг в какой области, в каком регионе страны, как успешно развивается легкая атлетика. Конечно, мы следим, но все равно, знаете, соревнования, как говорят, это лучшая тренировка. Поэтому на соревнованиях мы будем внимательно смотреть и за командной борьбой. Еще спортсмены не успели попереезжать из одной области в другую. Вот это то, что растет сегодня и на что мы надеемся. В этом возрасте закладывается фундамент будущего спортсмена. И тут тренерам главное не переусердствовать, чтобы не отбить желание и дальше заниматься спортом. И не потерять настоящие таланты. Тренировочный процесс должен для ребенка быть, условно, в какой-то форме игры. Особенно для начала. Чтобы дети влюбились в эту атмосферу. И потихонечку уже, в хорошем смысле, подсовывать профессиональные вещи. Очень постепенно. Не сфорсировать подготовку, не выжать соки, не передавить, чтобы не было травм. Вот главная задача. Но набирать опыта, набирать технических каких-то моментов, которые в спорте в легкой талантике очень важны. Не все, конечно же, станут олимпийскими чемпионами. Однако опыт и закалка, полученные на тренировках, лишними не будут. Роль спорта в воспитании молодого поколения сложно переоценить. Да, школа, да, семья. Но спорт, он воспитывает прекрасные качества. В том числе и патриотические. Сегодня много говорят о патриотизме. Если он, начинают рассуждать, говорят, некоторые нету его. У молодежи. Любви к родине. Любви к своей истории. Гербу, к флагу. Так вот, спорт, он воспитывает патриотизм в том числе. Воспитывает чувство плеча товарища, поддержку друг друга. За страну, за регион, за школу. Это важные качества. Поэтому сегодня нельзя недооценивать эти моменты, которые тоже вносят свою лепту в воспитание нашей молодежи. Гомельчане хорошо подготовились к домашнему старту и намерены были взять немало наград. Для многих ребят это будут первые республиканские соревнования. Я думаю, нас ждут некоторые открытия. Мы традиционно надеемся на наши виды. Это прыжки в шестом, многоборье, бег с барьерами, 400-800 метров. Прогнозы сбылись. На республиканском первенстве сборная нашего региона заняла второе место, пропустив вперед только брещам. Третьими стали могилевские спортсмены. Атлеты из нашего региона поднимались на пьедестал почета в двух десятках дисциплин. А чемпион в шестиборье Максим Гавриков вошел в число лучших спортсменов турнира среди юношей. По итогам первенства будет сформирован предварительный состав команды на Балтийские юношеские игры, которые пройдут в июне. Наверняка оттуда попадут и юные атлеты из Гомерской области. Семь национальных сборных, более сотни боксеров. Международный турнир по боксу среди юниоров на призы абсолютного чемпиона СССР Алексея Юкова. Как, впрочем, и всегда оправдал ожидания организаторов по масштабам и зрелищности. Эти соревнования уже давно являются визитной карточкой гомельского бокса. Мастер спорта международного класса Алексей Юков в 1983 году стал обладателем главного приза советского бокса – «Хрустальной перчатки». Эта награда вручалась абсолютному чемпиону СССР. Сильнейшим в Союзе он стал в возрасте 23 лет. На этот момент на его счету было 85 побед в 111 поединках. Ни одному белорусскому боксеру так и не удалось повторить успех Алексея Юкова. Сейчас он сам изготавливает призы для боксеров. Правда, не из «Хрусталя», а из «Фарфора» на Добружском фарфоровом заводе. Эти сувениры и получают победители международного турнира на призы Алексея Юкова. Нынешнее соревнование 21 по счету, и на протяжении всех этих лет спортивное событие не теряет своей значимости и масштабности. Кстати, Алексей Юков всегда в числе зрителей. Бокс гомельский развивается, продолжается. И то, что сюда приезжает, насколько я слышал, сегодня приехали представители 7 или даже 8 национальных сборных по юниорам различных стран. Главное, это свидетельство само по себе уже об уважении к этому турниру, к работе его создателей, организаторов. Ну и, конечно же, к интересу в боксе в городе Гомеля и Беларуси. У нового поколения боксеров свои кумеры. Для тех же, кто начинал свою карьеру в советские времена, примером спортивного успеха был в том числе и Алексей Юков. А я когда сам боксировал, я тоже в Гомель приезжал на сборы у вас. Очень хорошие сборы были. И смотрели, вот как раз Юков в это время выиграл СССР чемпионат. Мы ходили, это для нас был как бы бокс. Турнир на призы Алексея Юкова входит в календарь Европейской конфедерации бокса. Отсюда интерес к соревнованиям со стороны иностранных команд. Наши два турнира, это турнир Юкова и майский наш турнир, включен в Европейскую конфедерацию бокса. Это означает то, что уже все страны Европы знают об этом и их предупреждают. И он внесен календарь. И заранее уже звонят. Мы думаем, что на будущий год это будет еще даже более масштабно. Хоть мы затрачиваем немало сил на это. В нынешнем году приехали спортсмены из Украины, России, Литвы, Азербайджана, Молдовы и Польши. Причем гости постарались выставить своих сильнейших боксеров. Среди участников чемпионы и призеры внутренних чемпионатов, а также первенств Европы. К тому же в сентябре в Болгарии состоится очередной юниорский чемпионат континента. Турнир на призы Юкова – хорошая возможность обкатать бойцов и присмотреться к потенциальным соперникам. В прошлые годы было послабее, по-моему, как вот по слухам. А сейчас, конечно, и сильный состав сборной России, и Азербайджан сильный состав провезли, и те же самые поляки. То есть очень сильный турнир. Это один из этапов подготовки к чемпионату Европы. Я думаю, опять же, в каждой стране прошли переходные чемпионаты. И теперь, как старшие тренера, привезли сюда ребят посмотреть, на что они способны, какие ошибки. В каких гисловых категориях продолжать дальше боксировать. Может, кому-то надо перейти, набрать вес. Мы вот сейчас как раз приехали как бы на разведку посмотреть, и уже будем готовиться к Литве, и дальше думать о Европе. А сейчас я смотрю, такие команды приехали, что такие команды будут и на Европе, чемпионате Европы. Ну, нам хорошо будем присматриваться. Белорусская команда также участвует в соревнованиях с прицелом на международные старты. Мы рассчитываем на наших белорусских боксеров, в частности, на наших гомельских боксеров, которые уже и даже на этом турнире смогли себя проявить. И тех сильнейших ребят из Азербайджана, из России, из Украины. Можно так сказать, выбились в финал с боями, с тяжелыми боями. Ну, и проявили себя, и тем самым доказали, что они готовы конкурировать и на самых серьезных стартах мира и Европы. Представители нашего региона действительно не были статистами на турнире на призы Юкова. В полуфинал пробились 13 боксеров из Гомельской области. Преодолеть эту стадию смогли семеро. А вот в финалах одолеть своих соперников удалось только гомельчанину Максиму Панькову весовой категории до 50 килограммов и Дмитрию Балькову из Мозыря весит до 57 килограммов. Павел Журавский, Илья Северин, Алексей Дашкевич, Денис Лопушанский и Алексей Никитин довольствовались серебром. Интересными получились и соревнования среди девушек. Конкуренцию белорусскому составили потенциально сильные спортсменки из Польши. Поединки с такими соперниками пойдут на пользу нашим девчатам. Радует, что и тут представители нашего региона не остались без золотых медалей. В категории до 48 килограммов победила гомельчанка Виктория Телеман. Весе до 57 килограммов сильнейшей стала Анастасия Симонова из ветки. Спортсменка-изветчица Диана Новикова не знала равных в весе 75 килограммов. В целом в феврале на спортивных площадках Гомельской области прошло немало мероприятий. На некоторых из них побывали наши съемочные группы. Подробности в обзоре далее. Юных дюдаистов собрал в Гомеле открытый турнир «Спортивные надежды». Участникам не более 10 лет. Технический арсенал юных спортсменов пока еще не очень широк. Однако нехватку опыта они компенсируют огромным желанием победить. По накалу схватки не уступают поединкам с участием взрослых спортсменов. Всего же на турнир приехало более 250 детей. Не только из Беларуси. Приезд команды из России придал соревнованиям международный статус. Пока родители на трибунах болеют за своих час, специалисты от дзюдо ищут среди десятков ребят будущих чемпионов. Это одна из целей турнира «Спортивные надежды». Именно на таких соревнованиях оно и видно. Как дети, куда они, как они тренируются, на что они тренируются, куда они идут. Можно тут отсмотреть это все. По задумке организаторов, открытый турнир по дзюдо «Спортивные надежды» станет регулярным. Спортсмены из Беларуси, Украины и России приняли участие в традиционном турнире по кёкушенкан карате «Кубок Полесья». Соревнования состоялись в Гомеле. Всего участников набралось около 200 человек. Соревновались как взрослые, так и юниоры. Для гомельских каратистов «Кубок Полесья» этап подготовки к более крупным международным соревнованиям. Из Гомеля четыре человека упало на первенство Европы, которое в Берлине будет 18 марта. Это хорошая провелка своих сил. Это молодые ребята в возрасте 14-15-16-17 лет. И опять же это как бы старт подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Токио. У нас пару человек, все-таки, наверное, думаю, что получат право представлять Беларуси в Токио в 17-м году в ноябре месяце. Хозяева без наград не остались. Победителями стали Радомир Агеев, Владимир Атаманчук, Екатерина Юшкевич, Александр Вегера, Марина Каменева и Денис Дыдалев. Первый тур республиканской спартакиады по гонболу среди девушек 2002-2003 годов рождения принимал наш областной центр. Звание лучших гонболисток страны в своем возрасте оспаривали 13 команд, в том числе и три гомельские. На сегодняшний день это лучшее, что есть среди девушек этого возраста в гонболе. И это уже радует, что, во-первых, команд много. Соответственно, гонбол развивается, гонбол идет вперед и есть откуда черпать резервы. По итогам группового этапа в финал вышли команды год 41 и Гродненской с Дюшор. Главный матч турнира не разочаровал болельщиков. Основное время игры завершилось в ничью. Две дополнительные пятиминутки не помогли выявить сильнейшую команду. В итоге победитель определялся в серии после матчевых семиметровых бросков. Удача в этой спортивной лотерее была на стороне гомельчанок. Итоговый счет матча 36-34 в пользу команды Годсор-1. Бронза досталась спортсменкам столичного республиканского центра Олимпийского резерва. Команда Годсор-2 заняла 10 место. Гомельская из Дюшор-10, 13-я. Второй тур республиканской спартакиады по гонболу в этой возрастной категории пройдет в ноябре в Минске. Команда Лельчицкого района стала победителем областного этапа республиканских хоккейных соревнований «Золотая шайба» среди детей младшей возрастной группы. Всего же в соревнованиях приняли участие дружины из 12 районов Гомельской области. Возраст хоккеистов 12-13 лет. В упорной борьбе победу одержала команда Лельчицкого района. Серебряные медали соревнований завоевали юные хоккеисты Мозырского района, бронзовые – Брагинского. Лучшим вратарем турнира признан голкипер команды Мозырского района Егор Нежиков. Лучшим защитником – Константин Журович из Лельчицкого района. Лучшим нападающим – Владислав Старовойт, также из Лельчицкого района. Лучшим бомбардиром соревнований стал Захар Шейн из команды Брагинского района. Юные лельчицкие хоккеисты сейчас готовятся к республиканским соревнованиям, которые пройдут с 17 по 19 марта в Пружанах Брестской области. Для нас «Золотая шайба» – это турнир года. Это единственная возможность, где мы можем официально принять соревнования на льду. Тренируемся, значит, зимой, когда позволяют условия, тренируемся в обычной коробке в простонародье. Летом тренируем руки, катаемся на роликах. То есть, в основном, катание у нас за счет того, что ездим круглый вод практически, то есть на роликах. Отсюда, наверное, результат. Около 200 юных спортсменов собрал в Гомеле 20-й открытый областной турнир по тяжелой атлетике памяти Эдуарда Гуриновича. Эдуард Гуринович стоял у истоков создания отделения тяжелой атлетики в спортивном клубе «Гомсельмаша». За годы работы тренером он подготовил 14 мастеров спорта и одного мастера спорта международного класса. Его воспитанники становились победителями и призерами чемпионатов Советского Союза и Беларуси. Поднимались на пьедесталы почета на международных соревнованиях. Через турнир памяти Эдуарда Гуриновича за годы существования прошли тысячи спортсменов. Были среди них и будущие звезды. В том числе и олимпийский чемпион Андрей Арямнов. На юбилейные 20-е соревнования собрались 15 команд из Беларуси, а также России и Украины. Я считаю, что такие турниры очень важны. Обмен опытом и обмен. Одно дело выступать у себя в городе или в области или в Украине, а другое дело приехать в другую страну, где другие показатели технические у спортсменов. То есть обмен опытом и развитие дружеских отношений. Это очень в наше время важно. Международный олимпийский комитет принял решение о включении в программу летних олимпийских игр пяти новых видов спорта. Бейсбол, каратэ, серфинг, скейтбординг и скалолазание. Об уровне подготовки наших скалолазов, тренировках и успехах спортсменов в сюжете нашего корреспондента Екатерины Сапельниковой. В Гомеле секция по скалолазанию появилась около 20 лет назад. И первые стены тренажёра своими руками создал Валерий Маратович Глобовец. В нашем городе он один из самых именитых тренеров по спортивному скалолазанию. Сегодня в его преподавательском распоряжении уже не одна школьная стена, а два зала в областном центре туризма и краеведения. В одном проходят тренировки на трудность и скорость прохождения трасс, а во втором – боудеринг – серия коротких проблемных маршрутов. Если рассмотреть по возрасту, то эти физические качества проявляются уже в семилетнем 7, 8, 9 лет. Вот эта ловкость, координация – это надо как раз с этого возраста начинать скалолазанием. Степан занимается скалолазанием уже несколько лет, и медалей у него больше, чем от празднованных дней рождений. Саму сложную восьмиметровую трассу мальчик с лёгкостью проходит за минуту. А начиналось всё с развития хватки. Здесь, на фингерборде, Степан занимается и сейчас. Казалось бы, задание для новичков, и тем не менее, сила пальцев – это один из важнейших секретов успеха чемпиона. Сейчас я готовлюсь к республиканским соревнованиям. Я настроен по-боевому. И я готовлюсь побеждать. Я в будущем хочу стать олимпийским чемпионом. В олимпийскую программу будут включены три направления скалолазания – прохождение на скорость, трудность и боудеринг. После прохождения трёх трасс очки участников будут суммироваться. Проблема какая – это у нас отсутствует скалодрома для лазания на скорость. Потому что на олимпийских играх высота 15 метров. А у нас вот здесь, в частности, в зале – это 6 метров. И тем не менее, такой высоты достаточно, чтобы растить юных победителей. Когда я первый раз пришла, в моё первое соревнование, я заняла первый раз первое место. Я начала развиваться, и у меня очень много первых мест. Я вот задумалась. Мне тут есть интерес, талант. И я буду тут ходить. Мне очень нравится и интересно. В этих залах занимаются не только спортивные секции, но и просто любители экстрима и высоты. А воскресенье объявлено семейным спортивным днём. Возраст для покорения вершин роли не играет. Главное – желание. Здесь у каждого свой Эверест. На этом всё. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. До встречи. До встречи. До встречи. Продолжение следует...